Узбекистану. В Санкт-Петербурге проходит День Узбекистана, который приурочен нашим мероприятиям, нашим взаимодействием, сотрудничеством. И с приветственным словом выступает заместитель председателя комитета по имени связи Андрей Драгомирович Култков. Добрый день, дорогие друзья. Хочу всех поздравить с этим днём. День Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге. Короткое лаконичное название, но очень ёмкое, потому что вмещает в себя взаимодействие нашего города с Республикой Узбекистан, с Ташкентом по очень многим направлениям. Это и взаимодействие в производственной сфере. Вы знаете, выходцы из Республики Узбекистан активно работают здесь, в нашем городе, и вносят значительный вклад в развитие экономики, в первую очередь строительного комплекса, объектов капитального строительства, объектов инфраструктуры. Прекрасная сихозяйственная продукция поставляется в наш город из Узбекистана. Наложено взаимодействие в области культуры и медицины, образования. И всё это не стоит на месте статично, а активно развивается. И я хочу сказать, что по-другому и не может быть, потому что у нас большое прошлое, героическое прошлое. И вот в год 75-летия победы нашего народа, народа общего, в Великой Отечественной войне, мы не можем не вспомнить эти события, не можем не отдать толк и уважение защитникам нашего города, среди которых были, конечно, выходцы из Республики Узбекистан. Об этом нам напоминает мемориальная доска, установленная от жителей Узбекистана, от правительства республики на самом святом месте нашего города, на Пискаревском кладбище. И, пользуясь случаем, я хочу сказать, именно в этот год, сейчас, когда мы в течение всего года возвращаемся к этой повестке и к этим грозовым событиям, что, конечно, большое уважение и чистосердечную благодарность вызывают, конечно, мне кажется, действия и дела конкретные жителей Узбекистана, которые приняли из осаждённого города более 5000 детей. Вот, которые, многие из которых потеряли родителей, и для которых узбекские семьи стали вторыми родными семьями, которые их воспитали, дали путёвку в жизнь. Поэтому, я думаю, отталкиваясь от этих героических событий, которые касаются каждого из нас, каждого ленинградца, жителя Узбекистана, мы, конечно, и строим сегодняшнюю жизнь, выстраиваем сегодняшнее взаимодействие. Пользуясь случаем, я хотел поблагодарить и Алишер Мамажоновича, генерального консула Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге, за активную работу, потому что, вот вы знаете, консульство открылось в 18-м году, в марте 18-го года, и с этого момента мы чувствуем такой системный, обстоятельный подход к взаимодействию, который расширяется и крепнет буквально с каждым днём по всем направлениям. Спасибо большое. Ну и я думаю, что, пользуясь случаем, хочу пожелать успехов всем нашим коллегам, выходцам из Узбекистана, которые сегодня находятся здесь в гостях в Санкт-Петербурге, кто находится не в гостях, а с трудовой миссией, работают на объектах петербургских, и, конечно, передать огромный привет нашим партнёрам, жителям Республики Узбекистан, жителям нашего города-партнёра Ташкента, пожелать им крепчайшего здоровья с учётом, вы знаете, непростой эпидемиологической обстановки и скорейшего победы над вот нашим общим сегодняшним, так сказать, противником, недугом COVID-19. Крепкого вам здоровья, счастья, успехов и удачи во всём. Ну, а вас мы всегда ждём в Санкт-Петербурге. Спасибо. Для приветствия передаётся слово Генеральному консулу Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Бабаеву Алишеру Мамажановичу. Приветствую участников этого мероприятия, прежде всего, правительство, даже узбекской диасполь, также уважаемые представители прессы. Хотел бы выразить в это непростое время то, что проводить такое мероприятие, это действительно отдать должное на такой нелогкий период. И хотел бы отметить, действительно, Узбекистан в период Великой Отечественной войны действительно оказал неоценимую помощь жителям блокадного Ленинграда. В каком плане? В том, что в этот период действительно очень много было эвакуировано. В Узбекистан где-то 200 тысяч человек, из них детей только было, из них только 5 тысяч. Хотел бы отметить, что действительно Узбекистан тепло принял жителей блокадного Ленинграда. Я оценил и действительно многих детей, все дети остались, ни один из детей не остался без присмотра. То есть каждая семья постаралась с каждым ребенком приютить. И в этой связи хотел бы отметить, что действительно у нас уделяется очень должное внимание. Как вы знаете, в Узбекистане родной Фатрии Банетик, Шахмуратов, семье Шахмуратов, который приютил, только одна семья у нас, в самом большем, приютила 15 человек. Другая семья приютила 13 человек. Косымов 13 человек приютила. И Косымов 10 человек приютила в семье. Хотел бы отметить, что действительно в этот период Узбекистан оказал неоценимую помощь. И в дальнейшем надеясь на полторную сотню с Узбекистаном, с Российской Федерацией, так и сейчас и с Санкт-Петербургом, где со стороны Санкт-Петербурга оказывали действительно неоценимую помощь нашим трудовым мигрантам, которые находятся в Санкт-Петербурге. Благодарю вас. Спасибо. Теперь слово предоставляется представителю Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге, запевал его Владимиру Васильевичу. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, именно так я хочу обратиться, потому что здесь собрались именно друзья. И это не пустые слова. Я просто с удовлетворением отмечаю, что линии Узбекистана в Санкт-Петербурге все-таки состоялись. И мы сегодня являемся участниками открытия дней. Была задумана большая программа, была задумана большая делегация из Узбекистана, которая должна была посетить Санкт-Петербург, должны состояться были конференции, мастер-классы. Но, вы понимаете, условия пандемии не дали возможность провести широкое мероприятие. Но, тем не менее, я бы хотел выразить благодарность комитету по внешним связям за то, что они нашли возможность в этих трудных условиях сделать этот небольшой праздник. Я бы хотел сказать огромное спасибо Михаилу Харилайчу, который предоставил свое замечательное заведение. И это человек, который является собой истинного Узбека, будем говорить. Потому что он очень гостеприимен, и все его рестораны всегда распахивают двери перед большим количеством участников, но сегодня мы ограничены. Поэтому, друзья, я думаю, что впереди много работы. Президент Узбекистана поставил глобальную задачу по развитию отношений с Санкт-Петербургом, Ленинградской области, другими регионами. Сюда уже приезжали делегации, которые обсуждали вопросы сотрудничества. Сейчас проходит онлайн-конференция, вот только что вернулся у нас генеральный код с регионами России. То есть работа пошла, и я думаю, что она будет успешно выполняться. Поэтому всех с праздником. Спасибо огромное, что вы с нами. И я думаю, что мы должны вместе с вами бороться против вот этой заразы 2020 года. Всем спасибо за теплые слова. Теперь у нас выступит один из ярчайших представителей Узбекистана, Забирова Наталья, которая расскажет о роли, важной роли Узбекистана и жителей узбекистанцев в годы Великой Отечественной войны. В этом году, как уже сказал Андрей Драгомирович, мы отмечаем в Великой Отечественной войне. И этот год был объявлен годом памяти. И сегодня мы вспоминаем подвиг узбекского народа в годы Великой Отечественной войны. Во время войны полтора миллиона узбекистанцев ушло на фронт. Узбекистан обеспечивал сельскохозяйственные продукции не только фронт, но и освобожденные от оккупации районы. Сто промышленных предприятий было эвакуировано в Узбекистан в начале войны. И к 1942 году они уже работали в полную мощность, поставляя на фронт вооружение, боеприпасы и снаряжение. Также в Узбекистан были эвакуированы научно-исследовательские институты Академии наук. Ну и, конечно, люди. В годы войны Узбекистан принял полтора миллиона человек. Из них 300 тысяч детей, большая часть из которых была из блокадного Ленинграда. Самая известная семья, семья кузнеца Шамахмудова и его жены Бахри усыновила 15 детей. Есть даже чудесная история о том, как, когда они взяли в свою семью больного и слабого пятимесячного малыша у Бахри, который к тому времени было 40 лет и никогда не было детей, появилось молоко. Таким образом они смогли выходить этого мальчика. Узбекские семьи принимали в свои дома не только детей, но и целые семьи. Как, например, произошло с матерью, дядей и бабушкой Юрия Стоянова, о чем вы сегодня увидите в видеоролик. Узбекские семьи отдавали им все самое лучшее – одежду, еду, ну и, конечно, дарили заботу и любовь, которой им так не хватало. По мотивам подобной истории был снят Шахзотда и Фарухом Закировым клип на песню «Чинара» о дереве, символе мужества, стойкости и долголетия. Когда мы придумывали, как назвать этот ресторан, название «Чинара» пришло именно благодаря этому клипу, что тем более символично, учитывая, что мы находимся на площади Победы, рядом с монументом героическим защитником Ленинграда, который символизирует мужество и стойкость ленинградцев и тех, кто защищал наш город в годы Великой Отечественной войны. Кстати, мой дедушка-танкист был одним из немалого числа узбеков, которые защищали наш город во время войны. И каждый год после Победы он приезжал сюда на День Победы. И во многом благодаря этому мой отец более 50 лет назад приехал сюда учиться и остался здесь насовсем. И сейчас мы хотим показать вам клип, о котором я говорила, а также сейчас мы выносим плов. Кстати, вот из Ленинграда к нам переехал в Узбекистан, как бы, действительно, интеллигенция. Как вы знаете, Анна Ахматова пожелала в Узбекистане, да? Хотела, что коренча в Кольске, то есть такие великие люди, которые были в Узбекистане и которые остались свой след в Узбекистане. Спасибо, что приехали. И знак признательности я хочу вам подарить вот эту книгу. Спасибо огромное. Мне очень приятно. А о чем эта книга? Это великая книга об истории нашего народа. В этой книге есть глава, посвященная героизму Узбекского народа во время войны. Ну, я считаю, что каждый должен знать об этом и помнить об этом, и быть достойным своих предков. И, кстати, было бы здорово, если бы мы с вами, ну, рассказали, ну, хотя бы в малой степени, об этих событиях нашему новому поколению. Привет! О, ты уже дома? Да. Привет, сынок. Садись. Сынок, посмотри на это фото. Здесь твой дедушка. Ты знаешь, хотя мы и живем в Москве, но моя родина Узбекистан. Я там родился, вырос, и я благодарен этой земле. Во время войны Узбекистан принял более 250 тысяч детей-сирот, и все они были усыновлены узбекскими семьями.